Итак, мы начинаем, то есть продолжаем изучать великую книгу учителя всего еврейского народа, рабыну Ашера, Роша, которая называется «Пути жизни». И вот то, что он говорит, «Не отвлекайтесь ни на что во время молитвы и направьте свое сердце к Творцу». Что это значит? Направьте свое сердце к Творцу. И я задал вопрос, с чего начинается египетское изгнание? Мы начали изучать, вот в эту субботу мы будем изучать вторую книгу Торы «Шмот». Но давайте обратим внимание, последняя глава книги «Берешит». С чего начинается вот этот спуск нашего праотца Якова в Египет? Ведь то, что говорит Рамбан, что первая книга Торы «Берешит», она книга основ, книга Яцира, книга творения. И описывается сотворение мира, описывается жизнь тех, кто является основой мира, Аврама и Цкака Якова. И вот я обратил внимание на то, что сказано, что когда Яков после 22-летнего траура о своем сыне Йосифе, который, по одному мнению, он думает, что его убил Иуда, а по другому мнению, что дикий зверь разорвал его. В благословении Иуде он говорит, что ты отодвинулся от этого. А про Шимона и Леви он говорит, «В гневе своем вы хотели уничтожить быка, Йосифа». И вот 22 года не было пророческого дара у нашего праотца Якова. Почему? Потому что человек, который в трауре, он не может принимать шкину. И вот сейчас сын, любимый сын, которому он передал всю глубинную мудрость, то, что он получил от Эвера, вот сейчас он встречается с ним. И сказано, что Йосиф запряг колесницу и выехал навстречу отцу, и сошел, и побежал к нему навстречу, упал ему на груди, и начал плакать. И задает вопрос, устные тара-араше приводят, а что в это время делал Яков? Не написано, что он плакал. И он говорит странную вещь. В этот момент наш праотец Яков произносил шма. Что? Если наступило время утреннего шма, почему Йосиф не говорит шма? А если нет, то почему сейчас Яков произносит шма Исраэль, а шем и Лукейну, а шем и Хат? И это первый намек в Торе, когда прозвучала эта главная молитва евреев. А теперь я хочу вам процитировать Вавилонский Талмуд. Трактат Псаким, 56-й лист. Сказано, «Толковал раби Шимон Рейш-Лакеш и позвал Яков своих сыновей и сказал им, соберитесь, и я расскажу вам». Захотел Яков открыть своим сыновьям то, что будет в конце дней. Кец Аямим. Насколько я понимаю, это говорится о нашем времени. «Вынистальками Менушхена» и оставила его присутствие Творца. Что говорит Яков? «Шема хасвэшалом еш баметати псуль». Может быть, в моих потомках, то есть в сыновьях, есть какая-то ущербность, непригодность. Что имеется в виду? Может быть, они недостаточно полагаются на Творца. Может быть, есть ущерб в вере. Он продолжает. «Как от Авраама вышел Ишмаэль, а от моего отца Ицхака вышел из него Исав». И вот то, что отвечает ему двенадцать сыновей Якова. «Амрула банаф». «Шма Исраэль, ашемилукейну, ашемихат». «Слушай наш отец Исраэль». «Как в твоем сердце есть только Он один, так и в наших сердцах только Он один». В тот час продолжает Талмуд. «Открыл Яков, наш пратец Яков, и сказал, благословенно имя славы его царства во веки веков». Это то, что говорят ангелы на небе. Продолжает Талмуд и говорит, мудрецы говорят, в главе «Этханан», это в последней книге Туры, открывается то, что под диктовку Творца записал Моше, «Шма Исраэль, ашемилукейну, ашемихат». И нету этих слов Якова. А после этого сразу сказано, и полюби Творца Всесильного твоего, всем сердцем твоим, всей душою твоей, и всем достоянием твоим, или всеми качествами, которыми Он отмеряет тебе. И не написано благословенно слава его царства во веки веков. Спросили мудрецы, что делать. Моше в Торе не записал, но наш пратец Яков произнес. Поэтому постановили, что мы будем произносить это шепотом «Порукшенк, вот Малкусу, леу ламайт». Но есть один день в году, когда мы произносим это в полный голос, в Йом-Кипур, когда мы босые, в белых одеждах, нам не нужно ни еда, ни питье, ни умащения, ни кожаная обувь. Мы, как ангелы, стоим перед Творцом. Тогда мы имеем право произнести это полностью. И так мы видим начало спуска нашего пратца Якова начинается с Шма Исраэль и последние мгновения его жизни тоже те же самые слова. что же какая тайна заключена в этих словах? Что это такое? И я хочу привести вам то, что говорит трактат Брахот, то, что когда вывели раби Акиву на казнь, это было по одному мнению накануне Йом-Кипура или в сам Йом-Кипур и когда вывели раби Акиву на казнь, время чтения Шма было. И когда предавали его мучительной смерти, железными грибнями срывали куски его тела, в этот момент он произносил Шма Исраэль. В Иерусалимском Талмуде сказано, что римский наместник, который проводил эту казнь, он сказал, ты, наверное, колдун, ты не ощущаешь боли, и приводится то, что ответил ему Рабя Акива, я не колдун, и боль я ощущаю, но всю жизнь я ждал, когда смогу реализовать, даже когда забирают душу твою, люби Творца. И со словом Эхад один Шма Исраэль, Бог всесильный наш, Бог один отлетела его душа. И раздался голос неба, счастлив ты, раби Акива, что со словом один, единый отлетела твоя душа. «Почему наш братец Яков вместо того, чтобы сказать, Йосеф, как я тебя люблю, как я ждал этой встречи, 22 года я находился в печали и трауре, он говорит, «Шма Исраэль», «Но почему?» и открывает наши мудрецы. Это то, что открыл наш братец Авраам, когда обращается к нему Творец и говорит, «Возьми, пожалуйста, сына своего, единственного, которого любишь, Ицхака, и вознеси мне его на одной из гор во все сожжение». Ничего не говорит Авраам, но следующая строчка говорит, «И поднялся Авраам рано утром». «Ваяшкем Авраам бабокер». Откуда поднялся? Из постели. Значит, после того, как он услышал это повеление Творца, он пошел спать три дня в пути, и он возносит своего сына Ицхака во все сожжение. По просьбе его он связывает его руки и ноги сзади, потому что просит Ицхак, чтобы я не дернулся, чтобы жертва была пригодна, и он заносит нож. И в этот момент обращается к нему ангел с неба и говорит, «Авраам, Авраам, теперь я знаю, что трепещешь ты передо мной и не пожалел сына своего, единственного ради меня». Бейхолли Вавха открывает Алмуд трактат Брахот всеми устремлениями твоего сердца. Тот, кого он любил больше жизни, тот, кому он передал все главное то, что он открыл в мире, веру в единого Творца. Сейчас он должен отказаться от всего, ведь на протяжении почти ста лет он учит весь мир, что Творец не требует человеческих жертв, а сейчас он приводит, приносит жертву своего самого любимого и дорогого сына, которого он ждал сто лет. Казалось бы, охуление имени Творца, казалось бы, надо перечеркнуть все то, на что он полагался, то, чему он учил весь мир, не идолы, а только единый Творец, который любит каждого, который делится своим добром с миром, отказаться от всего, перечеркнуть все, бехоле вавха любви, всеми устремлениями сердца. И вот его внук Яков возвращает ему Творец его любимого сына, которого он оплакивал. В этот момент все чувства, вся любовь отца к сыну. Йосеф плачет на груди у своего отца. Всю свою любовь в этот момент Яков отдает Творцу. Это то, что открывает Талмуд Рахмана Либабаи. Творец жаждет нашего сердца. Я встаю утром, я надеваю тфелин, я говорю шма, я молюсь шмо на эсре, я иду учиться, я все делаю как надо. А где мое сердце? Где мое сердце? А мое сердце может летать в облаках. Это то, что открывают наши книги. То, что спрашивает один человек, как этот самый нееврей может вспомнить про все свои дела. Он же не молится шмонайз. Когда я стою на молитве, где мое сердце, где мои мысли? А, приехали, поезд пришел. Рахмана ли, бабаи, творец ждет нашего сердца. И это то, что при спуске в Египет знает Яков, что сейчас начнется плен, о котором сказано было еще про отцу Авраам. Зная узнай, что пришельцами будут твои потомки в земле чужой и притеснят их, и превратят их в рабов на четыреста лет. Знает Яков, с этого момента спуска начнется. И что же он говорит? Мое сердце, моя любовь посвящена тебе. И вот когда он оставляет мир, и когда его окружают двенадцать сыновей, щифтейка, это колено, святые колена, двенадцать его сыновей. Открывают наши святые книги, есть двенадцать качеств, через которые проявляется человек. «Ре-у-вен, ре-у-бен, посмотри, и увидел Творец наше бедствие, и услышал Шимон, Шима, услышал Творец, леви, и провожает, и находится с нами Творец двенадцать качеств. Вспомним, двенадцать созвездий, двенадцать месяцев года, а на самом деле раскрытие четырех буквенного имени Творца, двенадцать сочетаний букв святого имени. Это тот, кто реализует здесь, в нашем мире это единство, и самое высшее единство. Наш пратец Яков и двенадцать сыновей, восемь сыновей от Леи и Рахель и четыре сына от Бильки и Зильб всего тринадцать. Вспомним слово Эхад. Алиф это один, Хэт это восемь. Четыре Творец своей непостижимости один. Его распространение на семь уровней небес и на землю, и, наконец-то, на четыре стороны света. Тринадцать это числовое значение слова Эхад, один, и числовое значение слова Ахава, любовь. Сейчас это высший пик единства Творца, когда сыновья Якова говорят, так же, как в твоем сердце он один и в наших сердцах он один. Что это значит? Шевит и ошемленный гдитамид представляют Творца напротив себя постоянно. С этого начинается Шулхана Рух. Это уровень праведников, которые постоянно находятся перед Творцом. Вторая книга Торы Шмот она называется книгой сыновей или книгой изгнания и избавления. И это то, что открывает Творец нашему працу Авраам. То, что написано в Берешит Раба. Когда Творец в ответ на вопрос Авраама Бема Идаки Ирошена через что я буду знать, что я унаследую эту землю, не спрашивает про потомство, а спрашивает про то, есть ли его сыновья отойдут от этого союза, который заключает Авраам с Творцом. Будет ли у него, у них право на возвращение в эту землю особенную обетованную землю, предназначенную именно для сыновей Авраама. И Творец дает ему выбор, как они могут очиститься огнем геенома в духовном мире, либо страданиями изгнания в материальном мире. И выбирает Авраам страдания. И тогда через что я буду знать, что я унаследую, открывает Медра Шираба я до ты да. Зная узнай. То, что обычно на русский язык переводится узнай. Здесь закрыт ключ. Зная узнай, что я их рассею, через это ты будешь знать, что я их соберу. Знай, что я их отдам заклад, через это ты будешь знать, что я их выкуплю. знай, что я отдам их в угнетение, знай, что я их избавлю. Это то, что открывает Творец Авраам. То есть само изгнание, сам голуд. Египет называется плавильная печь, где родился еврейский народ. Что говорит фараон пен и рбу, чтобы не размножились а Творец говорит кэн и рбу. Да, размножится. Но вы знаете, первый человек в мире, которому обращается Творец и говорит, что 20 поколений были не обрезаны. Это им не мешало. Но ты сейчас у тебя это как дефект, как ущерб. И повелевает добра сделать обрезание. Но вот, когда умирает наш пратец Яков, умирает последний из его сыновей Леви, 137 лет, и тут начинают евреи расселяться по всему Египту. И вдруг они начинают отказываться от этого знака союза на теле, который заключил наш пратец Авраам. И написано так, что уже почти полностью потеряли мы вот этот маленький саженец, маленький росток, который поместил в мире Авраам. Почти он был затоптан. Евреи отказались от обрезания, начинают поклоняться идолам в Египте. Все, казалось бы, кончилось. Но одно колено, колено Леви продолжает изучать древние книги, которые получены от Авраама, от Якова. И никогда колено Леви не служит идолам. И тогда именно из колена Леви выбирает Творец Ангела, Посланника, Моше, чтобы вывести евреев из Египта. Но то, с чего мы начали, то, что говорит Роша, не отвлекайтесь ни на что во время молитвы и направьте свое сердце к Творцу. Это плавильная печь как бы праматерь всех наших изгнаний. Это Египет. Там, где замуровали стены наших новорожденных детей, если отец не выполнял норму. Там, где был приказ от фараона бросать в Нил всех новорожденных мальчиков. Там, где фараон, у которого было ратан, язва на теле, устраивал кровавые ванны, резал утром 150 еврейским владельцам и вечером 150. А в крови их он принимал кровавые ванны. Там, где отделили мужчин от женщин, там, где все делали, чтобы подавить наш дух. Творец, говорит, ты замыслил убить избавителя, евреев, Моше, у тебя на коленях он будет расти. Во дворце фараона растет избавитель Израиля. Кто дает ему имя? Моше. Казалось бы, буквальное значение, дочка фараона, нарушая указ отца, называет его Моше, как будто вытащенный из воды. А на самом деле, это тот, кто вытащит из воды других. Мицраим, Мейцар-ям, теснина, в которой находится море. Из нее Творец выводит свой народ. Для чего? Чтобы на 50-й день, выйдя из Египта, освободившись от египетского рабства, мы подошли к горе Синай и получили Тору. В книге Итханан написано, что Шма Исраэль – это то, что мы произнесли, когда стояли у горы Синай. Единство Творца. Через нас оно должно быть проявлено в мире. И это то, что мы говорим перед Шма, то, что установили люди великого собрания, и то, что открыл мне мой учитель Гаон Равмойша Шапира, чтобы было благословенно имя праведника. Для чего мы переходим в мир? Леодотлиха Улеяхетха Багава. То есть благодарить Тебя и провозглашать Твое единство. А единство Творца заключено в этих шести словах Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эха Слушай, Израиль, Творец Всесильный наш, Творец один. И я задал вопрос моему учителю Гаону Равмойше Шапира. Весь мир построен на числе семь. Шесть дней Творения и Суббота. Шесть направлений и точка схода. Семь цветов радуги, семь нот. Почему же в Шма мы произносим только шесть слов? Где седьмой? И он мне сказал Цви, ты седьмой. Тот, кто принимает на себя власть Творца, он седьмой. Через него проявляется царская власть Творца. Слушай, Израиль. Ашем – это то, что должен помнить каждый еврей, напоминать себе и, главное, положить на свое сердце. тех, кто Продолжение следует...